всем сестренкам всем братишкам привет сегодня мы поговорим о том инсайде которая получила некоторое время назад и сразу хочу сказать я не против рекламы которую публикуют блогеры той рекламы которую покупают у блогеров я не против еще раз повторяю это все видео не говорит о том что я вот хочу показать какие жадные у нас блогеры нет я всего лишь хочу показать те места где они говорят одно а на самом деле является совершенно другое а не показать того какие у них огромные гонорары с учетом того что эту информацию можете получить свободно у любого блогера просто спросив у него или сделав запрос по имейлу и также хочу сказать что все те материалы которые получила от того человека который уже не работает в 12 stories это кстати немаловажно поэтому досмотрите это видео до конца но прежде чем мы начнем я предлагаю вам подписаться на этот канал поставить лайк или написать какой-нибудь комментарий а также отметить меня и это видео в инстаграме за что я кстати буду очень благодарна здесь с вами не увидим росписи кровью или водяных знаков со знаком 12 stories нет это обычный совершенно файл который сделан в excel и но здесь очень подробно все расписано если мы обратим внимание на нижнюю панель где написаны месяцы допустим что также 12 stories очень активно сейчас рвется в европу за границу здесь есть блогеры которые не из россии все эти документы все эти отчеты за 2020 год и здесь мы кстати очень четко будем видеть как падают доход падают возможности самого 12 stories и желание видимо или я не знаю чем это связано работать с блогерами то есть вот он январь вот блогеры их тут 28 штук я не всех знаю поэтому пройдемся по тем которые мне знакомы всем знакомая нам аннабеллис помните такую подружка карина нигай которая была у нее на курсе преподавала мастерство модели но еще аннабеллис у нас знаменита тем что она себя очень любит при фотошоп ливать знаменитым маркам типа и села ран к вогу она себя при фотошопе ла и всем рассказывала что это на самом деле она и была когда-то на обложке вот так же она была якобы в рекламе кельвина кляйна и даже под все это фотошопленное дело выпустила свою книгу как попасть на обложку ну короче то еще там врунишкой ну и если всем нам известным языком сказать инфо цыганка вот этот пост также у него помимо поста было три stories написано и здесь указано 65 тысяч просмотров если мы опять возвращаемся здесь написано 64 но это был январь 2020 года то есть грубо говоря за год с хвостиком всего лишь прибавилось еще около тысячи просмотров феврале я честно тут мало кого из нам всем известных увидела кроме Светланы Бондарчук ей хотели отправить видимо футболку с пьером в графе затраты и бартер мы видим бартер дефис оплата то есть это может быть частично оплата частично бартер или только бартер или только оплата здесь есть количество подписчиков есть из каких магазинов берется тот или иной товар у сами публикации stories или лайки количество комментариев ну и и был ли выпущен пост на ютюбе марте есть у нас блогер никоко у нее 75 тысяч подписчиков написано и вот он тот самый пост где кстати если вы не заметите если вы хорошенько посмотрите здесь нет отметки 12 stories также в марте у нас была конечно же маргарита мурадова кстати если мы откроем лучше у маргариты был не один пост то есть она отработала на славу у нее было несколько постов она у нас ярая потребительница рекламных постов поэтому неудивительно что 12 stories захотели с ней работать если мы тоже заметим что здесь нету отметки 12 stories то есть нативная реклама кто-нибудь обязательно из комментаторов напишет что за одежда на вас и тогда маргарита с удовольствием объяснить кто конкретно выступает спонсором этого поста маргарита за это дело получила 61 тысячу шестьсот тридцать но это еще раз я говорю что это возможно не деньги возможно это 50 на 50 за с бартером возможно это только бартер что только одежду получила или или это только деньги никого за этот пост получила почти 24 тысячи апреля у нас был пост у карины нигая у которой на тот период было 2 миллиона 100 тысяч подписчиков и вот этот и целых два поста да и здесь мы видим да что видео и отметка что вся одежда 12 stories количество 975 непонятно что потому что здесь мы только просмотры 300 тысяч почти 400 тысяч просмотров и лайков 110 тысяч лайков окей за это она получила 56 730 тысяч также в апреле было алины она сделала видео на ютюбе вот это видео и мы видим что здесь особенно хочется обратить ваше внимание на название этого видео покупки одежды то есть алина якобы говорит точнее она не якобы говорит она говорит это все куплено мной а в списке одежды мы видим что здесь они рек она рекламирует и футболку юникло и кеды 12 stories вот те самые кеды единственное что она их не купила она их получила на обзор еще возможно свинеть я не думаю что кеды 12 stories стоит 30 тысяч рублей что-то это дофига значит это возможно кеды плюс оплата и здесь написано что было 21 тысяча просмотров да то есть за за год 21 тысяча просмотров так и осталось увеличилось всего лишь на 800 на 700 просмотров обратите что нигде не в описании здесь и в начале видео если мы отмотаем здесь нету пометки что видео присутствует рекламный контент она эти отметки не ставит в марте конечно же у нас была еще даша камалова здесь у нее написано 353 тысячи подписчиков откуда именно были взяты вещи и вот мы видим аж целых четыре поста за один только апрель даша показала в своем инстаграме и опять обращаю внимание что не везде есть отметки 12 stories это опять к вопросу не потому что у даши плохая память она забыла просто написать что это одежда 12 stories нет просто это нативная реклама что типа вот на мне одежда если вам интересно вы спросите я вам расскажу а так якобы я ее не рекламирую и вот это видео где она где-то там на морях океанах бегает в платье 12 stories здесь опять нету отметки но мне кажется эти платья 12 stories их знают все то есть вот эти платья в стиле ночнушки они у 12 stories очень популярны за эти четыре поста 32 тысячи 32 почти 33 тысячи рублей еще одна девушка которая очень любит покрутить ботов и все в этом духе это дарья клюкина одна там из участниц какого-то там холостяка короче вот этот весь трешак здесь у нее есть пост один здесь она честно пишет что на ней за топ 12 stories и все остальное также в этом месяце была мария кожевника у нее было тоже несколько постов которые были с рекламой спортивных костюмов о 12 stories вообще не знаю чем мария кожевника в данный момент занимаются явно не актриса она и все это обошлось 12 stories 80 тысяч рублей здесь есть катя мезинова которая собирала по сусекам на лечение ребенка израиле и вот здесь есть пост который вышел 13 05 но здесь мы видим что он вышел 14 05 на день опоздала ну ничего страшного топ и видимо и топ видимой велосипедки на ней и опять нету никакой отметки что это 12 stories катя получила за это 55 700 тысяч рублей в этом же месяце у нас была лена 911 которая также отработала по полной программе аж целых три поста и вот выхода у нее написано 0 2 0 6 все верно вовремя 2 июня 2020 лена постит себя в шляпе это была одна и еще есть также он вышел ну 5 июня в платье и 7 июня тоже 2020 года лена в спортивном костюме три дня подряд лена бомбила подписчиков 12 stories ксения вострикова также была в мае 2020 года но ксения тут вообще просто убила двух зайцев и я не знаю просто провал года она в этом посте решила отметить окей здесь есть и 12 stories и фирма по производству белья которая принадлежит мужу марины голомаздины а также здесь есть помимо клубники и творога еще куча других фирм а в конце а в конце ксюша просто прорекламировала прямых конкурентов 12 stories это тумуд стор но в начале этого файла было самое интересное наверное это вот полный список называется русские видимо блогеры все которые здесь отмечены были вообще очень интересно но помимо все того же это видимо уже прорабатывали новогоднюю коллекцию и вот здесь есть очень интересные пометки ну вот допустим эвелина хромченко у нее миллион у него полтора миллиона подписчиков ну до нее что-то там нету отметок ни постов ни сколько стоило написано новогодняя коллекция сдала все вещи допустим маряна елисеева пост 13 11 20 года вот этот пост где марина делает несколько обзоров на платье здесь написано что это 12 stories и здесь написано сколько было взаимодействие всего такого стоимость стоило 103 тысячи восемьсот 40 рублей тоже непонятно это с одежды без одежды и вообще не очень понятно но кей и лайки комментарии просмотры и также написано новогодняя коллекция сдала все вещи опять таки что это говорит о том что вещи ей не достались то есть потанцевала она перед камерой в этих вещах и все и поехали вещи обратно вот видимо на склад вот здесь допустим youtube блогеры вот наша даша камалова которая тоже была в ролике и вот мы смотрим тот самый ролик и опять-таки нету здесь вставки что это видео содержит рекламную интеграцию и даже в описании нигде ничего нету но хоть не пишут что это они сами купили и хотя бы не пишут что это как бы им пришло по рассылке якобы на но на самом деле они за это не платили и возможно даже и вернули обратно вот это у нас дашка малова снимала вот у нас есть даша трофимова тоже вот этот ролик тоже обзор новогодних нарядов и здесь просто сплошняком что это 12 stories и тут чуть-чуть немножко комплектов зары следующий настя рубик зимний базовый гардероб антитренды платья брюки джинсы костюмы юбки свитера также нету пометки что это видео содержит рекламный контент и также нету здесь в описании ни слова что это содержит рекламный контент это кстати серьезное нарушение самое интересное вкладка не работаем и та-да-да-да тут есть у нас есть у нас лена 864 норвегия но при этом да ей все равно отправляют все равно она получает на рекламу чему очень радуется прямо как ребенок также анна якимова с ней не знаю не работаем работаем но она находится в вкладке не работаем мария бешко куча еще людей здесь которые не всем не известны вот карина каспарянс это тоже подружка карины нигай и подопечная кирилла сёмина менеджера карины нигай также в этом списке есть ольга светлоградская и анастасия одалс я еще раз говорю я не уверена что это вкладка не работаем по причине того что это зашкварные блогеры потому что потому что последний по сути работают если вернуться по месяцам то в июле у нас было снова уже смотрите как мало заметно что уменьшилось количество блогеров кому предлагали кому предлагали рекламу и здесь у нас опять алина летучего здесь у нее есть этот ролик где она якобы купила все за свой счет шоппинг-влог если мне не изменяет память шоппинг от слова покупать и здесь опять ни слова что это все было прислано на обзор что это все не было куплено за свой счет и вначале опять нету пометки что это что этот ролик содержит рекламу и конечно же в этом месяце у нас также была лена которая 911 и также у вышла в этом месяце несколько постов которые стоили 38 тысяч рублей и что же она в рублях ты все берет у этого то самое ужасное платье которое кстати не оценил никто в том числе и я ноги на вкус и цвет как говорится фломастеры разные даши также был заказан пост и мало того что в сентябре также был еще и видео на youtube канале и тоже нигде пометки что это видео содержит рекламу но здесь написано что 12 stories топ-топ покупки и что дальше этого ни черта за свой счет не покупала кстати хочу вам для сравнения показать как должны выглядеть правильные посты даже если это реклама в этом нет ничего зазорного вот допустим маша дробышевская которая проживает в европе и у них это все серьезно они обязаны помечать что у них в роликах есть рекламные вставки что это реклама частично и в россии и не только в россии вообще по всему миру должны это помечать но наши блогеры просто большой болт на это забивают и вот у маши есть пост в котором точнее есть видео где вначале есть слово видео содержит прямую рекламу или продакт-плейсмент это правильно это должно быть хорошо у маши здесь есть описание что это там все где-то куплено пальто 12 stories и скорее всего прислана и она это просто не отрицает и не подтверждает и вот это слово что есть реклама вашем виде она обязана быть по законам цивилизованного государства иначе это называется обманывание обманывание своих подписчиков если подводя итоги всего этого видео я могу сказать только одно я бы никогда не получила эти документы если бы компания 12 stories относилась бы хорошо и добросовестно к своим работникам то касается блогеров которые получают эти гонорары это вообще не проблема я единственное призываю будьте честнее к своим подписчикам потому что без подписчиков вы никто люди которые потребляют вашу эту рекламу и готовы покупать через вас что-то допустим у 12 stories это в первую очередь ваши подписчики и относитесь к ним более добросовестно а на сегодня это все не забывайте переходить по ссылке в описании в мой телеграм-канал так как самое интересное происходит в первую очередь там прежде чем я сниму здесь видео а также не забывайте подписываться на мой инстаграм потому что также там бывают очень познавательные интересные посты а на сегодня это все всем сестренкам братишкам пока